Привет, друзья! Сайт Daily снова в эфире. Сегодня у нас новый выпуск рубрики Daily Talk. Это большое интервью с интересным человеком. И у нас в гостях сегодня действительно интересный человек. Это Алина Никитченко. Она шеф-кондитер ресторана Republic. Также работает на себя. Красивая, интересная женщина. Чуть-чуть пройдемся по биографии. Вы окончили вуз, я, по-моему, смотрел, вы, по-моему, психолог. Я педагог начальных классов. Педагог начальных классов. Как вот все завертелось? Как вы начали вот этот бизнес? Как вы вообще прошли с педагогики, скажем так, в профессию? Ну, я такой человек-дело, как меня называют мои же друзья. Потому что я, если захотела, я сделала. То есть я не думаю долго. Так было с педагогикой. То есть я в конце школы поняла, что я все-таки хочу. Мне интересно только это, исключительно это. Еще медицина, но к медицине у меня немножко склад лба. Мне подходит. И я пошла учиться. Когда я выучилась, я решила, что, ну да, чудесно, здорово, но все-таки что-то как-то не туда. И посвящать несколько лет... Ну, молодые педагоги – это такое себе развлечение. Посвящать несколько лет педагогике я не готова. Значит, почему не готова? Ну, потому что начинать с нуля в этом деле очень трудно. Нужно забить на семью, забыть про себя. И прям вот тетрадки, учебники, наработка, 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 повышение квалификации – это все очень муторно. А я бумажки не люблю. То есть я сама себе бухгалтер, да, сейчас. И это такое дело для меня прям нужно сесть и сделать. Я вот сажусь и делаю, скрепя зубами. Но как бы не моя эта история. Мне говорили, что у меня получалось преподавать, но что-то как-то не лежало у меня к этому сердце. И в какой-то момент жизни у меня был очень-очень сильный кризис личности. Не знаю, там... Ну, он связан с определенными вещами, но были финансовые сложности. И тут само течение какой-то реки моей жизни привело меня к тому, чтобы заняться этим. То есть я просто пекла, я просто готовила. И потом сарафанное радио вынесло меня в итоге на такой уровень. То есть я просто попробовала. Мама учила? Нет, на самом деле мы сейчас даже смеемся. То есть у меня мама сейчас работает наемным, грубо говоря, работником. У меня же... Да, это шутка вообще века – нанять маму на работу. Я была таким ребенком, который всегда говорил, что нет-нет, я сама всему научусь. То есть, да, у мамы есть в арсенале два торта, которые она всегда пекла. Мне на дне рождения мой любимый медовик, она до сих пор его печет. Но я всегда говорила, что нет, мне не интересно, я когда захочу, я научусь сама. В итоге сейчас она каждый день оборачивается, говорит, точно ли ты моя дочь вообще? Я, как бы, что это? Как ты так научилась сама? Я не умела даже жарить картошку, я не умею до сих пор варить рис, но я умею хорошо печь. Я какое-то кино смотрел, а там вот девушка с помощью выпечки снимала стресс. У вас не было такого же примерно? Я просто пекла, чтобы снять стресс, чтобы снять свои тревоги, вылечить головушку. И в итоге сейчас, да, когда ты уже прошел там 2-3 года путь, ты понимаешь, что ты хочешь не только делать вкусно, да, вкусно можно делать и дома. А ты хочешь выйти на новый уровень и сделать из этого произведение искусства. А как у вас сейчас все организовано? Сколько сотрудников, какова ваша роль, что вы делаете лично, что кому-то делегируете? Как все организовано? В твоей команде с осени этого года наконец-то появился помощник. Я уже говорила, да, что это моя мама, потому что свое детище, да, я могу доверить только самому близкому человеку в моей жизни. Это моя лучшая подруга. И она оказалась крайне обучаемой, хотя далека от искусства кондитерского вообще. Она занимается заготовками полностью всеми, я занимаюсь всем остальным. То есть я и технолог, и бухгалтер, и доставщик, и декоратор, и все-все-все. То есть я принимаю заказы, я сама их развожу, я все это делаю. Да, она занимается выпечкой бисквитов, некоторыми сборками, в том числе уборкой цеха, ну, такими вот вещами, которые я смогла делегировать, хотя это было крайне сложно. Четыре года я не могла прям вообще никого подпустить к своей кухне. Не могли подпустить, не могли делегировать, потому что казалось, что сделают заметно хуже? Вы настолько за качество трясетесь, что прям переживаете, что чуть-чуть бачок будет неровный, это уже удар по репутации? Ну, сначала не было таких объемов, чтобы нужна была помощь, потому что я долгое время была домашним кондитером, потом я переехала в цех, объемы увеличились, и я поняла, что мне просто без вторых рук никуда. А так сложилось, что мама как раз хотела поменять место работы, и все само собой вот так вот завертелось. Ну, я смотрю, что у вас достаточно развитые соцсети, и ВКонтакте, и в Инстаграме много подписчиков, вижу, что идет как раз-таки работа с кадром, то есть каждый снимок не случайный, то есть это тоже вы контролируете все? Да, это, наверное, основное сейчас, ну не то, что основное, но 50 на 50, то есть я 50% времени пеку, декорирую, остальные 50% я обрабатываю, снимаю и продумываю там какой-то контент, потому что уже столько даже интерес не в том, чтобы хорошо сделать, да, то есть ты уже умеешь хорошо делать, сколько хорошо продать продукт, да, хорошо, качественно упаковать, хорошо продать, чтобы это было окупаемо, чтобы это было интересно, и потребителю он остался доволен. Ну, у меня складывается впечатление, что вы осознанно, Алина, считаете себя частью этого продукта, ну, вы создаете некий бренд, я вижу много снимков, где, скажем так, вы в первую очередь, и я все пытался вспомнить, откуда мне ваше лицо знакомо, и на нашем сайте я нашел в 2013 году вашу фотосессию в рубрике «Модные идеи», вы делали ее с нашей сотрудницей Наташей Арифметиковой, розовая боди, очень приятные снимки, красиво, мне кажется, что сейчас не шибко много что изменилось, вы по-прежнему как бы уверены в себе, в своей красоте, и вам нравится как-то показывать и то, что вы делаете, и себя в том числе. За любым продуктом должно быть его лицо, то есть, когда я открываю аккаунт любого кондитера, любого там мастера по шитью, не знаю, по пошиву одежды, по шитью, по пошиву одежды я открываю, и если я за этим аккаунтом не вижу личности, не вижу продвижения какого-то личных взглядов человека, мне не будет интересно за ним наблюдать, то есть, у меня есть прям четкие заказчики, постоянники, которые прям переживают, там вот у меня сейчас была операция, они прям мне там шлют цветы в больницу, переживают, то есть, за любым продуктом должно быть его лицо, мне так интереснее этот продукт потреблять, покупать, использовать и так далее, то есть, обезличенные вещи меня не интересуют, я все-таки живу эмоциями. И как у вас уже сформировался такой определенный круг постоянных заказчиков, фанатов, те, кто только у вас, он растет? Он меняется из года в год, потому что есть прям четкий костяк, там, например, 30 человек, которые прямо из праздника в праздник, есть люди, которые такие иногда перебежками, изменники. Всегда найдутся недовольны, их очень много, и мы, журналисты, часто страдаем за то, что приносим плохие новости, как гонец, который приносит плохие вести, наверняка и вам тоже перепадает. Случается критика, причем такая жесткая, вам может быть кажется даже необоснованная, и как вы такие ситуации регулируете? Редко встречается прямо необоснованная, бывают какие-то всплески эмоций, не так давно был случай, который меня вывел с колитом, довел до слез. Я стараюсь, во-первых, уточнять, то есть всегда, если я виновата, я заглажу свою, ну, благо мы все едим сладкое, да, и если ты накосячил, опоздал, перепутал начинку, это бывает, это человеческий фактор, я это всегда признаю, то есть я всегда там отправлю человеку коробку эклера в подарок, на следующий праздник сделаю скидку, и люди остаются чаще всего со мной. Бывают, да, случаи, когда, чаще всего такие случаи бывают, когда человек изначально не твой, когда ты при оформлении заказа уже понимаешь, что м-м-м, чоч, эррор, ошибка системы, вы просто не сходитесь. Все равно, да, есть поток, есть четкие границы, да, там, бюджета, который должен зарабатываться, потому что от меня зависит, ну, не только, завишу не только теперь я. Все равно приходится у этих людей иногда брать заказы, добивать какую-то, да, свою вот эту бухгалтерию, грубо говоря, потом выходит не очень, да, интересная ситуация, когда ты понимал сразу, что не стоило, но… Все равно, наверняка, у вас бывают такие ситуации, когда кто-нибудь говорит, ой, а что так дорого? Конечно. И как вы работаете с такими возражениями? Как вы объясняете свою цену? Я не объясняю уже очень давно. Это, наверное, вот мне не пишут люди, которым дорого. Я всегда преклоняюсь перед людьми, которые в процессе переписки понимают, то есть я им говорю, там, пять тысяч рублей, они такие, Алина, извините, для нас это дорого. Честно, низкий поклон, потому что все остальные даже не говорят спасибо, просто исчезают. Признать, что для тебя продукт дорогой – это высшая степень вообще вот. Вы молодцы. Но последние, наверное, полтора года такой вопрос уже даже, ну, очень редко я слышу, типа, это дорого. А вы сами деньги любите? Ну, кто их не любит? Ну, так-то да. А удается зарабатывать уже, ну, как бы на десертах и тортиках достаточно хорошо? Я ни от кого же не завишу финансово. Полтора года – это, раньше я работала на двух работах, сейчас полтора года – это мой стабильный, один-единственный, так сказать, заработок. И торты кормят людей, и торты кормят меня. Ну, это на самом деле здорово, когда делаешь то, что нравится, и еще получаешь деньги, причем достаточно. Достаточно? Есть куда еще расти? Конечно. Есть бизнес куда развиваться? Я очень благодарна сечению обстоятельств, благодаря которым я попала пять лет в эту нишу, потому что сейчас в эту нишу попасть практически невозможно. То есть нужно обладать либо каким-то суперталантом, да, а я, например, самоучка, то есть у меня нет там прям таланта к выпечке, у меня нет какого-то художественного склада характера, но при этом я просто случайно попала из-за своих обстоятельств, я попала в эту струю и в ней осталась, задержалась. Сейчас, через пять лет, когда есть уже огромный арсенал кондитеров, даже в нашей, грубо говоря, провинции, попасть в эту нишу и в ней задержаться, чтобы выйти на хороший бюджет, это очень сложно. Скажите, вот и говорите про вторую работу. Вы же работали в сети Пекаренбекер? Да. Это и была та самая вторая работа? Это очень популярная сеть в Петрозаводске. Как вы оцениваете ассортимент Бекера и качество Бекера? За эти деньги это хороший продукт, спрос рождает предложения. Я искренне люблю создателей Бекера, честно, к ребятам я отношусь с огромной душой. Всегда пробую все новинки, мы можем даже, ну не то чтобы тесно, но переписываемся с технологом Бекера, с Патрисом, и то есть он мне там отвечает, вау, классная глазурь, так клево отливается там, ну да, на ломаном русском, вот. То есть я ему там всегда говорю, классная новинка. Лично меня беспокоит другое. То есть я согласен, что Бекер – это отличный бизнес-проект. На мой взгляд, беда Бекера в том, что он подсаживает нас, горожан, на все эти булки, из-за чего в моих глазах Бекер от Макдональдса не отличается. Что вы скажете на это? Слушайте, ну это было одним из, наверное, самых главных задач Бекера последние несколько лет, чтобы заполонить собой весь город. Чтобы у таких, как я, даже людям с руками, с головой, с финансами не было возможности поставить там свой Бекер, свою какую-то точку продаж десертов, монопродуктов, эклерны, потому что ты просто будешь бояться конкуренции Бекера. У вас на страничках в соцсети написано, что любовь – это секретный ингредиент. Абсолютно точно. Как добавляете, в каких пропорциях? Я… Немножко. Вот так вот. Нет, просто все в целом. Если ты делаешь это с любовью, все получается вот как по маслу. Так всегда. Это так же, как если ты выберешь дело по душе, ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Это прям девиз. Ну это действительно так. У меня нет ни единого выходного в году. Но я не страдаю от этого. Я реально каждый день здесь и каждый день пеку. И я не замечаю порой усталости. Потому что вот это любовь. А в реальной жизни тоже этот рецепт работает? У вас как с любовью? Любовь во всем секретный ингредиент. Без любви ничего не возможно. Так, давайте вспомним недавнюю историю. Все равно не могу ее обойти вниманием, потому что вы как раз таки появились в медиаповестке. Это случай с… как там? Дом ветеранов? Дом интернале ветеранов. Вкратце напомню историю, если кто не помнит. Под Новый год Алина хотела сделать подарок. Отправила фрукты, угощения, несколько тортов. И единственное, что попросила сотрудников просто предоставить фотоотчет о том, как прошел праздник. И этот фотоотчет, как я понял, был очень чахлый. И можно сказать, что посчитай его и не было. Чем история закончилась? История закончилась тем, что буквально вот вчера я прям систематично проверяла свою почту. Мне пришло письмо от медсоция, что да, проверка проведена. Вот мы опросили столько-то, прям в скобочках было указано, столько-то сотрудников, столько-то проживающих в доме-интернате. Посмотрели столько-то видеоматериалов, которые, конечно же, мне посмотреть не дали. Вот. Не буду комментировать, что это большая машина, которую не остановить. Но ничем. В общем-то, мне сказали, что все было передано, мы убедились в этом. Спасибо за бдительность. И все. Но сомнения у вас остались, я так понимаю. Да. А это как-то остановит вас от того, чтобы в дальнейшем пытаться помочь другим людям? Нет. На данный момент я являюсь попечителем фонда помощи бездомным животным. С марта месяца с каждого моего заказа будет капать на счет фонда 10 рублей в помощь этим бездомным животным. Я помогаю руками, я помогаю машиной. Касаемо пожилых людей, просто эта тема была очень острая, потому что буквально летом я потеряла близкого человека того же возраста, грубо говоря. И мне прям стало очень горестно, очень больно внутри, очень обидно за это все. Поэтому вот это прям так откликнулось. И я не ожидала такого резонанса, конечно. Я не думала, что моя там личность, мой вот этот маленький постер ведет к такому буму. То есть, что за мной охотились корреспонденты и они не давали мне спать просто. Но, конечно, результатом я недовольна, потому что дай бог, дай бог честно, чтобы это все дошло, все это было передано, но все равно вот есть люди нечистые на руку и надеюсь, что они хотя бы задумаются. И впредь они просто не будут так делать после этой проверки. На самом деле не очень люблю вопрос про планы, но мне почему-то даже интересно. Какие следующие шаги у вас в вашей деятельности намечены? Если честно, мне этот вопрос задают крайне часто, и я никогда не могу на него ответить. Потому что реально скажи богу о своих планах и провалишься. Я не человек-планер, то есть я планирую свой каждый день, каждый свой шаг. То есть у меня реально прям такие огромные списки. Но на 5 лет в приоритетах, отвлекаясь от деятельности, это другая роль в жизни, да, это материнство. Потому что в карьере я состоялась, я себе все доказала, да, расти хочется, но хочется немножко по-другому посмотреть на этот мир. Вот, поэтому не знаю, честно не знаю, в планах расширять команду, обучаться и делать дальше то, что я люблю. А там посмотрим. Так, тогда несколько коротеньких вопросов. Буквально одно предложение с моей стороны и не очень длинный ответ с вашей. Эстетическая косметология, уколы красоты. Вы за или против? За, но после 30. За, но после 30. А вам сейчас сколько? 26. Окей. Сколько денег нужно в месяц в Петрозаводске для комфортной жизни? От 100. От 100 тысяч. Спасибо. Так, хорошо. Некий неизвестный, малоизвестный факт о вас, который действительно мало кто знает, но для вас он важен. Я сама себе купила машину. Что за машину купили? Афинити. Переходим тогда к развлекательной части нашей программы. Это была беседа. У нас несколько карточек. На каждой из них написан вопрос. В основном они шутливые, некоторые на проверку искренности, скажем так. Предлагаю три карточки. Я вот их сейчас разложу, я их перетасовал. Выберите себе три. Можете по очереди брать на самом деле. И отвечать. Переходим к ответу. Первый вопрос просто в яблочко. Вы много материтесь? А, ну кстати, да, хорошо. Это мой самый, самый страшный грех. Я просто ужасно много матерюсь. Серьезно? Да, вообще. Кошмарно, кошмарно. Стараюсь от этого избавиться, но, увы, никак. Вы требовательный человек по жизни, в целом, я так понимаю. А вот эта требовательность, она в резкость не переходит? Переходит. Переходит. А вы считаете, что это надо как-то корректировать в своем поведении, или принимаете себя такой, какая я есть? Я вот корректирую. Это последний год такой прям осознанной, осознанной жизни. Хожу на йогу, успокаиваюсь, пью ромашечку, много сплю. Потому что я крайне эмоциональный человек. Я прям резко, я могу вот сказать, да, понять через секунду, что я не права, через две секунды извиниться. То есть вы не боитесь извиняться и вообще считаете это нормальным? Не боюсь извиняться, но стараюсь минимизировать, конечно, свою резкость. Потому что она может сделать порой очень больно. И резкость, которая есть, допустим, это уровень стресса сказывается так? Да, на это может повлиять даже день цикла. Вообще, вот пальцем в небо, ретроград на Меркурии, солнце в Нептуне, в Юпитере, в Козероге. Следующий вопрос. У вас когда-либо был роман на работе? С романами я не работала и романов на работе у меня тоже не было. К счастью или к сожалению, но я считаю, что это так себе удовольствие. То есть вы не поддерживаете такое? Нет. У меня есть несколько таких табул, касаемо личных взаимоотношений. И это одно из них. Я не связываю, работаю в личную жизнь. Понятно. Это ваш выбор. Отлично. Последний вопрос. Самая неразумная трата денег в вашей жизни? Слушайте, ну вот сейчас, да, тоже я буквально две минуты назад сказала о том, что я купила себе сама автомобиль. Это было такой... Infinity. Да, Infinity, причем новенькую, красивенькую. Это было как определенным рубежом. То есть куплю себе машину. Этот пунктик я купила. Я поняла, что это не приносит удовольствия. Я пересела на машину на два класса ниже, в два раза дешевле. И мне от этого так хорошо. Поэтому тогда это было разумно. Сейчас мне кажется, ну камон, зачем тратить деньги на железо? То есть с помощью Infinity вы закрыли некий Gestalt? Да, я закрыла Gestalt, но открыла новый. Теперь хочу Mercedes салона. Какой Mercedes? Mercedes новый салон. То есть у меня все это время были бэушные машины, в которых кто-то ездил. И хочется прям вот этот бантик там, типа я купила Mercedes. Ну это такое все, конечно. Нет, я хочу купить квартиру. В общем работать еще и работать, и работать. Работать, и работать, и печь, и печь, и декорировать, и тратить, и все. Ну как вы правильно сказали, если ты работаешь на любимой работе, и занимаешься делом, которое любишь, то работать в принципе не придется ни дня. Спасибо большое за эту беседу. На этом мы заканчиваем наш разговор. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, может быть, какие-то свои впечатления. Гадости не пишите. Гадости не надо писать. Мы здесь всех любим. На этом все. С вами был Side Daily. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok